Ну смотрите, человек говорит, почему поставили девочку кандидату. У меня вопрос. Вы свою кандидатуру на прошлых выборах предлагали? Договорняк был. Почему? Я никогда не начал здесь. Подождите, вы предлагали. Сначала века, сначала века. Искуру распространяли большевики. Вы понимаете, еще раз. Критику людей, которые сами палец о палец не ударили в этой кампании, я не приемлю. Для меня герои вот эти люди, которые бесплатные, которые тоже, между прочим, работают. И у которых тоже, между прочим, есть там и дети, и родители, и прочее. Вот они пахали. Да, вы можете нас ругать за то, что мы недостаточно этого сделали. Но, вы знаете, придите и помогите. Научите нас как надо. Да я сам ее знаю. Я поэтому не знаю. Здравствуйте. Вы уже на кампании говорили о том, что вы за новый социализм. Я еще раз говорю. Да, расскажите, пожалуйста, что это такое, если программа, где с ней можно ознакомиться, если она имеется. Потому что я бы хотела понять, как можно, что он из себя представляет, и как можно совместить, если я правильно понимаю из ваших выступлений, что-то из капитализма и что-то из социализма. Что это такое? Значит, программа можно посмотреть на моих социальных страницах. Она как раз вывешена еще раз недавно. Она у нас, кстати, распространялась в виде листов. Тоже, между прочим, укорочена, правда, смысл. Смотрите, что такое новый социализм, если кратко, быстро. Это смешанная экономика. Там, где затрагиваются сферы жизнедеятельности людей, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, государственная собственность без погони за прибылью. Задача, чтобы все эти услуги были либо бесплатны, либо доступны. Там, где частный, мелкий, средний бизнес, работает гибче государство, парикмахерские, предприятия легкой промышленности, женщины быстро меняют фасоны, да, тут гибкость должна быть. Там может быть развиваться и частный бизнес. Вот и все, под контролем государства. Вот если кратко, но к чему мы должны прийти? А что вы думаете, вот, товарищ Вамск, вы что думаете, в СССР, что частная экономика была запрещена? Нет. В СССР была запрещена эксплуатация человека человеком. То есть, если вы сами что-то вырасти на своем огороде, продавайте за милую душу. По любой цене. Ну, если вы купили у того, кто это вырастил, накинули еще что-то, да, это была спекуляция, пять лет. Вот и все. Я, скажем, когда сам продавал там продукцию своего огорода, я помню, у меня милиционеры спрашивали справку, что у меня есть участок. Все. И так и сейчас должно быть. Пожалуйста. Частный бизнес. Объединяйтесь в товарищество. Сами работайте. Никаких вопросов. Платите налоги. Мы, кстати, выступаем за то, чтобы эти налоги реально снизить. Вот знаете, почему сейчас к нам потянулись предприниматели? Потому что мы единственная сила, мы единственная партия, которая с бизнесом, вот я, не связана. Я не иду во власть, чтобы вот там свата поставить вот на эту должность. Я всем говорю, мы придем, мы будем равноудаленные. Мы создадим вам условия и работайте сами. Без нас. Ну, что им и надо? Они говорят, вы нам не помогайте, вы нам дайте развернуться. Вот скажем, если взять ту же Хакасию, там, где коммунисты у власти, там налог на мелкий бизнес с 15% снижен до 7,5%. Потому что людей так замордовали, понимаете? У нас вот сейчас считается капитализм, но у нас реально процветает бизнес, только связанный с властями. Но жену Фургал, например, вы сами знаете, да? Амур Металл продавался за 9 миллиардов рублей. За сколько купила жена? За 2. А вам бы за 2 не продали. Вам продали бы за 15. Вот это мы хотим убрать. Мы хотим сделать правила одинаковыми, прозрачными для всех. И, конечно, можно сказать, да мало ли там, что он говорит, да? Но если мы не связаны с бизнесом, если у нас конкретных интересов здесь нет, так это и есть лучшее, коррекция. Николай Николаевич, я здесь. Николай Николаевич. Я здесь. Николай Николаевич. Прямо, 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 прямо. Николай Николаевич, я полностью поддерживаю все ваши начинания и буду дальше распространять ваши газеты и листовки. Но здесь... Видите, вас вот ругает товарищ, который ушел куда-то, да, он говорил, что вы работали очень плохо. Кстати, задал вопрос и, по-моему, куда-то убежал, да, или он? Ну, кто сего, ваш ответ не интересен. Я комсомольский район хорошо знаю. Сейчас вот здесь женщина задавала, Александр Васильевич, ну, это... Каламыцев. Это главный его комсомольского района. Сейчас вот есть Дальневосточный гектар. Сейчас в комсомольском районе... Мне фамилия-то известная, да, я знаю. Я знаю, я знаю, БМК-83, я все... Да, это же жена его командует. Глава района выделяет деньги, жена осваивает. Халтами, вот почему-нибудь у вас вопрос. Халтами, это хозяева, колымится, жена его. Там погорели люди. Погибли, дети. Так, но вопрос такой. Что можно сделать? Вот сейчас Дальневосточный гектар в комсомольском районе, вот сотка, где гора стоит, участок на две сотки, заставляет оформлять как Дальневосточный гектар и 30-38 тысяч за бухи. Ну что, тут колымится ваш сидит, как вы знаете, в комсомольском районе, я даже сейчас боюсь сказать сколько, по-моему, с советских времен еще там, Агентарий. И, кстати, этот район, это опора Единой России. Вот единственный район, вот на просто выбор, где Единая Россия набрала, ну, не абсолютное большинство, но много. Ну что я могу опять сказать, друзья? Ну, убирать его надо выборами, ну, что же за него люди голосуют? Может, они к нему привыкли. Он человек непростой, он человек хитрый, понимаете? Он говорит, что если пока я буду главой района, вот будет стабильность там, иначе... Вот как с Путиным примерно, да? Многие считают, что если Путин уйдет, там будет война, там все кухнет, я не знаю, все убивать друг друга начнут. Вот это примерно такую же пропаганду ведет. Ну что, я с вами здесь полностью согласен, я очень бы хотел, чтобы на следующих выборах его прокатили. И, и... Ну, я, нет, я понимаю, что это не город Комсомольск, это Комсомольский район, он товарищ так и сказал. И не просто прокатили, да, чтобы они за это все ответили, конечно. В Комсомольском районе, я добавлю, они отменили всенародные выборы, и глава района выбирается депутатами. Последний срок он прошел таким образом в власти. Вентинам. Кстати, между прочим, вот наша инициатива какая опять? Мы выступаем за то, чтобы выборы районов были населением. Именно, да, чтобы не депутаты, которых они там проводят, выбирали главу района, чтобы население избирало напрямую. Николай Николаевич, у меня вот такая проблема... Коротко. Вопрос. Вопрос такой. Вот так как приходится все время вот так тут жаловаться мужчина по поводу того, что коммунисты плохо работают, нас, партийная организация, очень мало, но уже пожилого возраста. Тут уже носишься, как я не знаю, за дровший хвост. Вот я хочу сказать, что... И варакон говорит. Я хочу сказать вот еще о чем. Что у нас народ эгоистичен. Он думает, что на выборы можно не ходить. Вот приведу вам пример. Выбирали мэра города. Подождите, это все относится, чтобы люди знали. 260 тысяч населения города, 200 тысяч имело право голоса, пришло на выборы 50 тысяч, 30 тысяч, я округляю, и это самое, выбрали Климова. Это 15% от высокой предшествии. Так спрашивает человек, который не пришел на выборы, он заявляет, а что я прихожу, если 65% все равно за него проголосовало. Ибо многие из них здесь сидящих точно так же не ходят на выборы. На выборы надо ходить обязательно. Так я с вами согласен. И, собственно говоря, когда я здесь выступал на предвыборной агитации, вы же сами знаете, я начинал, заканчивал, и сейчас говорю, ребята, ходите на выборы, иначе за вас проголосуют. Ваш голос все равно будет учтен, только он будет учтен против вас. Или знаете, вот как говорят американцы, если вы не будете инвестировать в политику в свободное время, будете инвестировать деньги потом. Когда с вас будут собирать налоги, поборы, или справку водительскую, которую только там после вмешательства Путина отменили, вы знаете, да, они хотели там в разы повысить. Причем опять, такое впечатление, что у нас президент почти не в курсе, что происходит. Блин, ну, а что подписывают, раз, а что на космонтре восточном воруют? То есть впечатление, что он комментатором работает, понимаете, вот описывает ситуацию в стране, и после этого ничего не меняется. Так, пару письменных. Кто сейчас возглавляет КПРФ в Комсомольске-Наамуре? Так, ну, это очень хорошо, что человек интересуется. Ну, вы, Николай Николаевич, сказал, что у нас в связи с тем, что мы провели очень плохие выборы губернатора, руководство партии в крае сменилось. То же самое у нас произошло в нашем Гарконе, городской партийной организации. Но сейчас пока временно исполняют обязанности первого секретаря Я, но у нас в декабре планируется конференция, где мы определимся полностью с руководством партии. Ну, я временный, поэтому это не стоит. Семаркин Валерий Иванович. Секунду, я сейчас девушке... А, нет, Николай Николаевич, а вопрос еще просто. Вот, кстати, интересно, прокомментируйте, пожалуйста, трагедию, ситуацию, связанную с трагедией в Холдаме, ну, это детский лагерь сгорел. Ну, кстати, опять, я единственный, кто эту ситуацию прокомментировал, как вы знаете, да? Я этот ролик выпустил в августе, где там и северный завоз, и то, что на следующий день после этой неожиданно случившейся трагедии фургалы должны были заслушивать на совещании в прокуратуре по спору как раз с хозяином этого лагеря, который по совместительству, глава вашей главной полсети по распространению нефтепродуктов, флагман, да, который фургал, по его данным, хотел оттереть от северного завоза просто. Так что этот пожар случился как-то, знаете, вовремя. Но, еще раз, видите, я это высказываю в форме версии, но что меня потрясло, когда опять этот человек, губернатор, говорит, какой лагерь? Я не знаю ни о каком лагере. Мы вывешиваем бумагу его правительства с визами пяти министров о этом лагере. Ну, либо ты не знаешь, что у тебя правительство делает совсем, да, либо ты врешь.